Но почему хасидизм считался ересью? И до сих пор есть многие ортодоксы, которые считают его ересью. Одна из причин. Цадики стали претендовать на то, что они новые священники и даже пророки в среде евреев. Вот. А это ясно противоречит основу современного иудаизма. Вот. И что вышло, друзья мои, вы можете посмотреть на это. Это потрясающее дело. Потому что Бог ликвидировал введенные им же разделения в среде своего народа. И та часть, большая часть народа, которая не пошла за Господом, она оказалась, по крайней мере, формально однородной в негативном плане. Теперь это стал народ, не священник. Мессианские евреи, уверовавшие через них язычники, то есть община Божия или церковь Божия всех народов, которые все должны были стать священниками, они должны были стать народом священников без единого исключения. при этом даже включая женщинам, мама родная. Они постепенно, когда они стали уклоняться от еврейских оснований, они начали делиться. И они начали отделяться друг от друга и выработали из себя новые священнические касты, новые сословия, новые классы. Какое чувство юмора у Бога? Обратите внимание, народ священников, который из-за грехопадения разделился на священников, левитов и остальных. Вообще потерял священство. Новый Божий народ из всех народов, после того, как оторвался от Божьего еврейского народа, стал делиться на кучи священнических категорий, которых Бог не предусматривал. И это разделение, оно въелось, оно вошло в христианскую теологию. Собственно говоря, с одной стороны, оно шло как бы из греческого, языческого вообще влияния на обыденную жизнь. С другой стороны, оно шло из греческого, языческого, философского влияния на богословие Христиан, с третьей стороны, оно шло из неправильного богословия, неправильной веры в то, что церковь есть новый Израиль, заменивший Израиль, отвергнутый навсегда Богом. Ага, мы заменили Израиль, Израиль отвергнут Богом, у них нету священников теперь, у них нету храма, у них нету левитов, а все это теперь будет у нас, чтобы доказать им, и нам самим, и всем людям вообще, что мы теперь навеки и есть истинный новый Израиль, и другого нет и не будет. помните, как в царствовании Ивана Грозного было сделано знаменитое заявление, вернее, даже перед Иваном Грозным, при его папе царе Василием, что было два Рима, Рим и Константинополь, теперь настало время третьего Рима, Москва, и это третий Рим, а четвертому не бывать. это же все родное, это все знакомое, дорогие. Церковь уже делала такие заявления. Вот она провозгласила, вот позаимствовала, и что начало происходить? Из этих трех источников возникла идея вот этого церковного священства и классов священства и прочее, и прочее. священники церковные стали имитировать одеяния священников в Иерусалимском франции. Возникли как бы левиты. и левиты тоже делились на категории. А когда церковь вышла из периода гонения, она начала строить храмы, понимаете, храмы подражания Иерусалимскому храму. Если вы посмотрите, то церковные храмы, особенно православные, они стараются подражать форме Иерусалимского храма. Там есть это как бы двор для прихожан, для простых мирян, там есть святилище и святое святое. Серьезно. Там все продумано. Это действительно долженствует показать всем, что тот Божий народ уже не Божий народ, он все потерял, а это перешло к нам. То есть, обратите внимание, это богословие оно принесло глубокие изменения не только в практику церковной жизни, но и построение богослужения и даже построение церковных зданий. Неправильное богословие привело к таким интересным последствиям. Конечно, много красивого было построено, много всяких одеж шикарных, лично мне нравится, знаете, смотрю на одежды православных священников, красота, красота, здорово. И вы знаете, почему, например, православные священники, они в головных уборах, и потому, что священники в краме должны были как в головных уборах. Это привилегия священников, в мире они должны снимать. Понимаете, это христианское богословство в мире, оторвавшееся от еврейских корней. Богословие современной церкви. Друзья мои, в протестантских церквах на самом деле многое из этого, хотя и в неявной форме, также есть. Особенно в таких традиционных протестантских церквах. Ветеранское, методическое и другие. Но, слава Богу, многие, вообще, протестантизм возник как движение христиан обратно к библейским корням. Поэтому многое из этих искажений было отброшено. Но, опять же, еще раз говорю, был сделан только один шаг, второй не был сделан. И современная церковь должна возвращаться и во многом возвращается к полноте библейского откровения первоапостольской общины. Кратко мы сказали об этом. Теперь, параллельно шло развитие традиционного иудейского богословия. Что там происходило? Если так обзорно сказать, там происходило похоже, но совсем по-другому. Там происходило похоже, но совсем по-другому. Долгие века все-таки абстрактные догматы, абстрактные доктрины не были предметом первостепенного внимания раввинов. На самом деле, пределы иудейского богословия были очень широкими. Вы могли верить очень по-разному, очень по-разному и оставаться иудеями. не было вот такого жесткого разграничения и закрепощения веры людей в определенных доктринальных пакетах. Это было более размыто и не требовалось такой жесткости и четкости в иудеями. Но на чем фокусировалась иудейская богословие? Оно очень сильно сфокусировалось с ритуальной стороны. Хотя Бог сам подорвал основы ритуального заповедей. Хотя Бог сам сделал невозможным абсолютно исполнение ритуальных заповедей. Вы слышали про 613 заповедей, Вы слышали о том, что вот в иудаизме 613 заповедей. И что нужно исполнять 613 заповедей. Вы слышали от евреев, от нам от христиани говорят, я понимаю, нормально. Но когда говорят, неразбирающиеся евреи, тоже наверное. Но когда равнины говорят, мне просто смысл. Я понимаю, что ну или они говорят поэтическом смысле, или они просто брешны. Причем часто я слышу выражение все 613 заповедей. На самом деле треть, примерно треть этих заповедей абсолютно теоретически невозможно исполнить. Это как минимум. Потому что есть заповеди, которые раввины так обкрутили, чтобы можно было как-то их исполнить, или вместо них исполнить что-то другое, поэтому они засчитываются. Но на самом деле как минимум треть а там больше нельзя исполнить. Почему нельзя исполнить? А именно потому что нету храма, нету священства. Это две основных причины. Нету храма, нету священства. И вы знаете конкретным образом Ешуа предсказывал, что так будет. Объяснял причины. И божьи пророки говорили оба. Бог предупреждал, что Он это сделает. Что Он разрушит старое святилище, потому что наступило время единой вечной жертвы, которой уже принесено все. Бог предупреждал, что наступило время восходить в небесное святилище, не физически, не телесно, но восходить духом, тем новым путем, который проложил Сам Ешуа своей распитой плотью, распитой и воскресшей. Настало время, когда было отменено старое священство, которое совершало временное несовершенное священное действие. И сейчас у нас один священник. Если мы говорим, мы все священники, но один вечный священник, один первосвященник, сам Бога человек Ешуа Машиа. Ясно и четко Господь предупреждал этого, мы видим это в Писании. Он сделал, как предупреждал. и все здравомыслящие евреи, которые не сделали себя рабами мнений саддукеев, парисеев и книжников, но смотрели в Слово Божье и им по духу определяли свою веру и свою жизнь, они приняли его и пошли за ним, и они стали Израилем Нового Завета. Те же, которые отвергнут, они оказались в ужасном положении. Ужасном положении. Мы не можем себе представить, в каком положении оказались евреи после разрушения храма и после того, как в течение некоторого времени любые попытки восстановить храм потерпели фиастру. Мы не можем себе представить, что это было для тогдашних людей. Потому что подавляющее большинство из них не верило, что храм может быть разрушен. Знаете? Они верили, что храм может быть захвачен. Но они допускали, что храм может быть уничтожен и что священство прекратит возможность священодействовать и ни на один, ни на два года. подавляющее большинство мира. Я сейчас что-то прочту, друзья, по поводу того, о чем мы говорили. После разрушения храма стало в народе Израиля много отшельников, прушин, и они не ели мясо и не пили вина. сказал им Раби Ягашуа, почему вы отказываетесь от мяса и вина? Они ответили, как будем есть мясо, подобное тому, что возносилось на жертвеннике? Как будем пить вино, подобное тому, что приносилось для возлияния на жертвеннике? Сказал Раби Ягашуа, если так, не ешьте хлеб в память о хлебных приношениях не ешьте фрукты и подобные тем, что приносились в храм Шавот. Не пейте воду в память о той, что черпали в Сукот из источника Шилуах Сила. Слушали отшельники и не отвечали. Тогда сказал Раби Ягашуа, не оплакивать храм мы не можем. Наши глаза видели его великолепие наши глаза видели его в огне. Но и жить отказавшись от всего, что может напомнить храм невозможно. На самом деле тут не все так просто. Не просто напомнить храм. Тут значит видите тут в этом древнем иудейском тексте тут немножко красиво повернуто. А на самом деле действительно получалось, что ничего нельзя было употреблять в пищу, что не было освящено соответствующим жертвоприношениям. А уже ничто не было освящено жертвоприношениям. Это не просто напоминание. Так немножко так хитренько. Как сказал Раби Игошуа до того. Теперь слушайте очень внимательно дорогие вопросы. Это важнейшее. Только такие постановления следует издавать, которые выполнимы для большинства. Аминь. Как уже аминь. вы поняли? Это прямо противоречит второзаконию. Не следуй за большинством назло. То есть они придумали новый иудаизм. Но это началось еще до разрушения храма. А после разрушения храма это уже завершилось. Был придуман новый иудаизм. Иудаизм, который строился не на откровении Божьем, не на Слове Божьем, а на том, что приемлемо для большинства. Божьем, это для вас показывает основание традиционного и современного иудаизма. Как вы помните, основания Божьей веры Нового Завета совсем другие. Ишуа не заботился. Будет это приемлемо для большинства, неприемлемо. Он говорил Слово Божье. Моисей не заботился. Он говорил Слово Божье. Пророки не заботились. Они говорили Слово Божье. То, что им говорил Бог, а не то, что приемлемо для большинства. Ишуа говорил такие вещи, которые не то, что большинству, никому невозможно исполнить. При самых хороших религиозных усилиях. Никому. Но он говорил это. Потому что такова воля Божья. Это заповедник Испания. И для этого нужен был новый завет, который исходит из нового сердца, чтобы начать исполнять эти заветы. Что здесь важно, что помимо вот этой последней, просто эпохальной фразы Великого Равина, что на самом деле все искренние иудеи попали в страшную турбу. Они не знали, как жить после разрушения храма. У них не было храма, не было священнодействия. Самое главное, не было жертвы. Когда современные раввины иудеи вам расскажут, что жертва не важна, это брехня. Друзья мои. Это одно из многих мест в древних иудейских текстах, которое показывает, что жертвы были жизненно важны для всякого верующего иудея. Без правильного жертвоприношения в храме они не представляли себе свою собственную жизнь. Но это еще не все. Я хочу вам еще кое-что прочитать на этом. Раби Ишмаэль сказал, поскольку храм разрушен, мы по праву можем запретить себе есть мясо и пить вино. Еще раз. Поскольку храм разрушен, мы по праву, то есть по закону, мы можем запретить себе есть мясо и пить вино. А на самом деле, опять он сказал мягко, но для тех, для кого не было нового храма, нового священства, для кого не было нового завета, они должны были запретить себе есть мясо и пить вино. По закону. Но мы не навязываем это большинству. Поскольку оно может счесть, это бремя для себя непосильным. Друзья мои, вы слышали когда-нибудь рассуждение раввинов в иудейской литературе, что христианство это такая аскетическая религия, которая отделила духовные от телесного, и наложила печать проклятия на телесные. На самом деле, это правильно. Мы с вами говорили о том, что традиционное христианство провело это разделение. То, что было едино в Божьем взгляде, в библейском подходе, в Божьем народе, оно разделило. И это неправильное разделение. Но дальше они говорят, а иудаизм, он как раз дает возможность радоваться обычной жизни различным здоровым, невинным проявлением наслаждаться плодами земли, наслаждаться пищей, наслаждаться вином, наслаждаться всем таким присущим людям. Иудеизм, вот, это такая жизнеутверждающая религия христианства, это жизнеотрясающая религия. Традиционное христианство в определенной степени стало жизнеотрясающим. Но, дорогие мои, после разрушения храма, иудаизм должен был стать гораздо более отрицающим обыденные радости. И не просто радость, не просто наслаждение, а вообще обычную жизнь религии. То, что потом они постепенно от всего этого отошли, это измена принципам иудаизма. Еще раз говорю, вот эти вот, то, что позволяет современным раввинам говорить, твой иудаизм, он такой, он не эскетический, он такой радостный, но он такой жизнеутверждающий. Это все вопреки закону. Это все вопреки Торе. Потому что без храма и жертвы и священства нечему радоваться. Сплошной траур. И раб Ишмаэль это подтверждает, говоря, поскольку храм разрушен, мы по праву, по закону можем запретить, но если по закону, то не можем, а должны запретить себе есть мясо и пить вино. Но мы не навязываем это большинству, поскольку оно может честь, это бремя для себя не по себе. То есть, по идее, настоящие раввины, настоящие духовные вожди, они не должны были ни пить вина, ни есть мясо. Постоянно, не видя постов, а вообще всегда. Ну, там еще ограничения с другими. Еще и с хлебом, фруктами, овощами, ну и даже проблема с водой. Слушайте дальше. А раз нечестивцы римляне распространили свою власть, издавая законы против нас, запрещая нам изучать Тору, исполнять заповеди, обрезать владенцев, это уже после восстания Барковных, во время восстания, то у нас есть право запретить себе вступать в брак и рожать детей в мир. Ну, потому что без исполнения всех заповедей, связанных с бракосочетанием, и без обрезания, ну, просто, так как бы, незаконно идти. Но это приведет только к самоуничтожению, потомков Авраама. Лучше оставить детей Израиля в покое. Слушайте внимательно. Лучше оставить детей Израиля в покое. В каком покое? А вот в каком. Пусть они лучше делают то, что делают ненамеренно, нежели сознательно нарушают запрещение. Вот оно. Вот, друзья мои, это еще одна удивительная, богословская, практическая постановление древних раввинов, которые говорят, фактически дети Израиля теперь в нынешних условиях, если они будут жить по нашему, по законам иудаизма, они будут постоянно грешить. Они должны стать полными аскетами, чтобы не грешить. Вы их поняли. Но так же народ выродится. Поэтому мы им скажем, что грех это не грех. Мы им скажем, что заповедь это не заповедь. Мы им скажем, что запреты это не запрет. Мы им дадим новые заповеди. Мы им дадим новые постановления и другие запреты. Так, чтобы они жили в грехе, но не знали этого. Вот это практическое богословие современного иудаизма. Дог это его основополагающие принципы. Конечно, современные раввины, хотя и знают об этом, но сами так никогда говорить не будут. Хотя это, дорогие мои, это Талмуд. Трактат Бава Батра 60 Б. Когда я показал одному своему другу, который друг некоторых раввинов, и он залез в интернет и изучил все, что связано с этим раби Ишмаэлем. все ссылки на всех еврейских сайтах на рабе Ишмаэлем и все отрывки из его высказываний, которые были приведены, там были приведены кучи отрывков, друзья мои, там были приведены отрывки из этого же трактата, но этого не было. на русском языке это в этих сайтах не переведено. На самом деле современный иудаизм это большая система лжи. Извините, что я это говорю, это правда. Как говорил мне один одесский хабадник ради спасения еврейской души можно и солгать во время Одесского фестиваля. Их группа была, мы с ними дискутировали и когда я там привел некоторые аргументы, они позвали основного, тот посмотрел на меня, когда я ему изложил это, а там не было вариантов, понятно было, что их представители брехали. И он сказал, соглядаты, которых она спасла за счет обмана. Соглядатые, которые шли к Давиду, женщина спасла их, обманул. Раз можно спасти людей ложью, спасти их временную жизнь, тем более можно солгать для спасения вечной еврейской души. Вот так мне при свидетелях конкретно было сказано. И поверьте, раввины это знают. Это интересное такое богословское разрешение. Вот, друзья, хочу вам сказать, как формировалось современное иудейское богословие. Как вообще формировался около двух тысяч лет назад современный иудаизм. Они были в ужасном положении. согласно строгому закону, они жить не должны были почти же. Но жить надо было проводить. И они не хотели принять Новый Завет. Они не хотели допустить, что Машиах уже пришел и заменил старое богослужение, старое священство. Заменил старую ритуальную часть закона. Не на новую ритуальную, физически ритуальную, как сделала христианская церковь традиционную, а он дал Новый Завет. Завет Духа, Правды и Любви. И в этом Завете на самом деле мы призваны приносить духовные жертвы, да? И физические ритуалы и обряды уже не являются заповедями спасения, которые необходимо соблюдать для того, чтобы не быть грешниками. И здесь нечистота носит уже другой характер. Здесь разрушены перегородки в народе Божьем. И здесь разрушены перегородки между верующими евреями и неевреями. Здесь те разделения, которые разделяли людей до прихода Мессии, уже разрушены. Не значит, что не стало евреев и не евреев. Не значит, что не стало социальных различий. Не значит, что не стало мужчиной и женщиной и теперь все стали чебурашки. Не значит. Правда? У каждого свое предназначение. Но нет тех людей, которые от рождения уже обречены на то, чтобы выполнять функции подметальщиков, рабов, слуг и мелких ремесленников. И нет тех, которые уже обречены от рождения выполнять функции скажем там каких-то купцов и торговцев. Нет тех, которые от рождения обречены выполнять функции стоящих на внешнем дворе. Нет тех, которые от рождения имеют право входить во святилище. Вы понимаете? Разбиты кастовые перегородки. Нет тех, которые, поскольку они рождены не в том народе, уже не могут стать священниками Божьими. Нет тех, которые родились глупыми, и что ты уже с ними сделаешь. Нет тех, которые родились одержимыми, и их нужно убить. Нет тех, которые родились в колдовской семье, и поэтому их нужно уничтожить, потому что что с ними сделать, они полны бесов. Каждый может измениться. каждый может быть преображен благодатной силой Божьей. Любовь Божья готова каждого поднять на удивительную высоту. Но остаются различия призвания, остаются различия служения, остаются различия в даровании. Но не для того, чтобы один превозносился над другим. На самом деле так было и изначально. Не было цели у Бога и у Моисея, чтобы один израильтянин, один иудей превозносился над другим, одно колено над другим. Вы понимаете, дорогие? Не было цели у Бога даже, чтобы его родные дети евреи превозносились над язычными, потому что все его творения. Вы помните, когда великий Божий пророк Иона получил великое поручение, великое поручение, иди, братишка, в Неневе, возвести им страшный сын. Я думаю иногда, насколько Бог знал своих пророков, Он не сказал им, иди приведи их к покаянию, не сказал Ион, правда? Он что-то вообще Иона уже не знал бы себе просто лишь бы не это. Он сказал, иди и просто возвести им, что придет страшная кара через 40 дней. Ну нормально, ну прийди уже, скажи им, скажи им. Друзья мои, мессианская теология, это теология свободы жизни и цельности. Послушайте, Бог открыл в Новом Завете путь спасения для всех людей без исключения. Все, что во времена Старого Завета хорошего относилось к Гаим, другим народам, кроме Израиля, могло быть хорошим только в связи с Израилем или в виде исключения. Вы слышите, да? Еще раз говорю, то, что во времена Старого Завета могло быть хорошим в отношении других народов, могло быть хорошим только или в связи с Израилем, если эти народы помогали Израилю, благословляли Израиль, да? И вот настолько, насколько они помогали Израилю свободу, все, не больше. Либо в виде исключения, как с ненейли, это супер исключение. Но это исключение показало народу Божьему, включая самых его вроде бы лучших представителей, что Бог не есть Бог ненависть. Бог не есть Бог, который любит карать даже злодеев. Бог не есть тот, который получает наслаждение от того, что пускает кровя идолопоклонника. Бог есть Бог любовь ко всем. Искры вот этого великого откровения, которое полностью раскрылось в Новом Завете, они по всему тонаху, по всему тонаху. Читайте бытие, читайте, вы везде это увидеть. Бог предварял, Бог показывал желающим видеть, но даже из самых ревностных Божьих слуг мало кто хотел это видеть. Потому что даже такие святые чудные Божьи пророки, Иона, они были зажаты в рамках узкого законного представления о Боге и о мире. Поэтому Бог, зная своих слуг, зная, что для них любовь к Израилю имела оборотную сторону, ненависть к язычникам, Он так посылал своего пророка. Пойди возвести им Карл. Я думал, ну почему не сказать? Ну представляете, ну как же? Некоторые говорят, вот надо идти так океаном и говорить людям сейчас. Просто сказать, вас всех ждет ад. Из культ привет иду к следующему. Друзья мои, это не совсем, это не значит, что это образец новозаветней проповеди, новозаветней благой вести. Это часть новозаветней благой вести. Бог знал, почему он это говорит. Но даже эта мудрость Божья в той вести, которую он поручил, Ионе не сработало. потому что Иона ненавидевший язычников, но отчасти знавший Бога, знал, что Бог другой. Книга Ионы, друзья мои, это книга на переломе завета. Я вам советую, читайте книгу Иона и книгу Амоса. Вы будете получать откровения за откровением годами. Конечно, все остальные тоже, но что-то необычайное в этих двух пророческих книгах. Что-то необычайное. Вы понимаете, Бог сделает все, чтобы не ранить святую ненависть Ионы. Вы понимаете, да? На самом деле, Иона, когда все уже произошло, когда Деневия покаяла, суд был отменен, Иона говорит, я знал, я знал, я знал, я знал, что ты милосердный, поэтому и не хотел идти провозглашать суть. Я знал, что ты хочешь помиловать, поэтому не хотел говорить этим гадам жестоковынным, жестокосердным, этим убийцам, этим грешникам нераскаянным, о ужасе, который их ждет. и мало того, что я знал, что ты их помилуешь, если они искренне совершат шву покаяния, но я также знал, что когда я скажу слова суда, то твоя любовь придет к ним и сокрушит их сердца, чтобы они покаялись. Вот собственно, с моей точки зрения, что значит упрек ионы Богу. развалили ту часть, которую нужно было развалить. когда они захотели развалить еще Иерусалим, то пришел ангел и сделаем вот так пальчиком. и лоп и все в лёжку. Я вчера читал на молитвенном собрании общины Врада Селона то пророчество, которое, я верю, Бог мне дал по поводу нынешней ситуации на Украине. Восьмая глава. Восьмая глава из сайта. Там как раз об этом говорится. Там как раз говорится о том. Хорошо? Я уже, ну я зачитывал это пророчество еще до первого тура выборов. Прямо на шабате в общине. Враждуйте народы. Нет? А что там? Да, 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 да. Не называйте совершенно верно. Это центральный момент этого пророчества, который я комментировал людям. И уже некоторое время комментирую в разных аудиториях. Вот. А перед этим там какие угрозы врага. Все, наводнение. Вражеское наводнение заполнит иудею, дойдет до горла. Но! Враждуйте народы на трепещите. Вооружайтесь на трепещите. Просто что бы ни происходило, враг приходит. Враг вот-вот кажется все завоюет. Враг все захватит. Страшные угрозы со всех сторон. Наводнение врага заполняет страну. Народ покрывается злыми темными волнами. Кажется, вот все потонут. А Бог говорит, не волнуйтесь. Еще сильнее можете враждовать. Пусть они враждуют. Пусть они едят. Пусть все зло поднимается. Но я уже вселил в их сердца трепет и страх. Они будут... А внутри они будут вот такой, вот такой тремор. Они строят и оно одновременно рушится. Они закладывают основание своего безбожного строительства. А я уже заложил взрывчатку в само это основание. Поэтому вы не бойтесь. Только не знающие меня называют это заговором. Ну, на самом деле это вроде бы и заговор. Но какой же это заговор для Божьих детей, у которых есть святая защита Божья ни воинством, ни силой, но Дух Его, живущий в них, заранее дал им победу над всеми заговорами врага и людей, подчиняющихся врагу. Пусть заговаривают. Им не нужно. Почему не нужно называть это заговором? Потому что если мы назовем это заговором, мы начнем пытаться своими силами раскусить, своими силами пытаться противостать. Мы начнем пытаться воевать с теми, кто воюет против нас своею и вражеской силой. Мы начнем воевать по их правилам на их поле. Говорят, правовое поле, вне правового поля. Нам нужно Божье поле. А Божье поле над всеми другими полями, а мы уже там. Поэтому не надо спускаться с Божьего поля, нам нужно просто утверждаться на нем. Нам нужно радоваться на этом поле. Нам нужно не поддаваться запугиванию врага. Нам не нужно мыслить в категориях угроз, страха и грядущего поражения. Нам нужно мыслить исходя из той победы, которая уже вложена в наши сердца. Нам нужно раскрывать эту победу по той вере, которую не мы выработали в себе, но которую Бог дал нам и в которой мы возрастаем, когда поступаем и исповедуем ее. Вот что нам нужно делать. Мы будем видеть угрозы врага, но они не повредят нам. Даже если они как-то повредят нашей телесной жизни, но это Бог обратит только во благо нашей душе. Вот о чем идет речь. И Бог говорит, угрозы будут страшными, но вы не бойтесь. Все люди назовут это заговором паника, возмущение, взаимная ненависть, вражда. Пусть они враждуют, но не вы. Потому что если вы не будете враждовать против людей, не будете воевать против людей, тогда тот страх который вселяется в людей, когда они идут своим путем, не сможет войти в вас и не станет вашим страхом. Там написано только я страх ваш, только я трепет ваш. Дальше. и другой пророк говорит только Бога боитесь, от Него принимайте наставление. Все. Все остальное устроится по Божьей воле. Я очень рад этому отступлению, оно очень важно. Я все равно бы коснулся, но я рад, что это записано. Посмотрим, что будет дальше. Я потом еще прокомментирую кое-что. Друзья мои, одним словом, мессианский взрыв среди еврейского народа, он привел к великому разделению. То меньшинство, которое пошло за Мессией еще до разрушения храма исчезновения священства, еще пока продолжали приноситься жертвы по Ветхому Завету. У этого меньшинства уже был небесный храм, в который они были введены через жертву и воскрешение Мессии, небесного первосвященника, сошедшего к ним на землю, чтобы ввести их в небесное царство. Они уже не были связаны ритуальными митцвод, они не были связаны по этому обстоятельствами. Они были свободны в разных условиях. Для них теперь оставались две главные заповеди. По сути, одна заповедь любви к Богу и любви к Ближнему. И эти евреи стали цельным новым народом, рожденным благодатью Божьей. И для этих евреев открылась единая любовь Божья ко всем. она не сразу открылась, она открывалась постепенно. Не сразу истина, которая написана в послании к мессианским евреям, открылась им в ее полноте. Я хочу прочесть эту истину. Это послание к мессианским евреям. Это, кстати, очень интересное богословское послание, такое по-серьезному богословское. Можно сказать, в современном смысле этого слова богословское. Вот что здесь написано. Вот что здесь написано. седьмая глава. Одиннадцатый стих. «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать новому священнику по чину мелкицедека, а не по чину аарона и называться. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закон. Слышите, да? Те, кто говорит, что мессианские евреи должны соблюдать весь тот закон, который соблюдают ортодоксальные иудеи и при этом верить только в Ишуа. Они не читают всю Библию. Еще раз читаю. Двенадцатый стих. «Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона?» «Ибо тот, о котором говорится это, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику». Тут очень ясные и четкие для иудеев аргументы. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Ягуды, о котором Маше ничего не сказал относительно священства». И это еще яснее видно из того, что по подобию мелкицедыка восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской. песенник «Ибо ягод не по